Бонджорно, дому владельцу, с вами Соболев, это из ДК Алмаза, и сегодня мы на обзоре каркасного одноэтажного дома площадью 100 квадратных метров по цене 4 миллиона 500 тысяч рублей, которые мы построили и уже даже сдали, добро пожаловать, поехали! история очень простая, мы строили этот дом для того, чтобы продать, мы так делаем иногда, мы так работаем, мы на этом зарабатываем, вот этот сюрприз, и пока мы его строили, естественно, как обычно, появился заказчик, который захотел его купить, и что сделал правильно, купил, выбрал комплектацию под себя, поэтому здесь нет соколя, заказчику не понравились наши решения, под соколи, он сказал, что он сделает свой, и, собственно говоря, мы его поддерживаем максимально, это кастомизация, и, собственно говоря, мы его сдали без соколя, но все остальное у нас в полном комплексе, то есть полный комплекс, это белая стена внутри, полный комплекс по коммуникациям, остается в дом поклеить обои, заехать жить, кстати, половина наших покупателей даже обои не клеит, просто заезжает жить, этот дом самый эффективный с точки зрения стоимости одного квадратного метра, почему? Потому что у нас есть каркасный дом в нашем ассортименте на 73 квадратных метра. Вот там квадратный метр стоит порядка 50-52 тысяч рублей. Здесь квадратный метр стоит 45 тысяч рублей. Почему? Потому что дом больше и на совокупную площадь затрат уходит меньше. Поэтому если поделить, получается такая сумма. Поэтому одноэтажник 100 квадратов, это вот с точки зрения заплатил, получил, сам-сам-сам выгодный продукт. У нас есть еще дом 120 квадратных метров одноэтажный. Он, казалось бы, должен стоить меньше, но не тут-то было. Мы там его специально усилили, мы сделали второй свет, сделали сложное большое крыльцо. Он, кстати, будет следующий в обзоре. Сразу пройдемся по конструктивам. Итак, здесь, ну, все уже стандартно, вы про это слышали много раз. В очередной раз повторюсь, будет несложно. Фундамент, забивные сваи железобетонные, никакие не винтовые, никакие металлы. Именно забивной железобетон 150 на 150 длина сваи определяется согласно геологии. Здесь предположу, что это трешки 3 метра, то есть 3000 миллиметров. Могли быть четверки, все зависит от геологии. Просто сейчас рыться в документах, смотреть не помню. Оно определяется на этапе проектирования. Перекрытие у нас деревянное, 200 миллиметров утепления, минерал новатый. Внизу, естественно, сетка грызунов. Обязательно, абсолютно, любое дерево, которое есть в этом доме, антисептируется. Обязательно, неважно, даже если это обрешетка, так просто удобнее. С одного места заказала, сделала, разница цена небольшая. Ну, естественно, это все беломатериал, камерные сушки. Стены у нас 150 миллиметров толщина и утепление 150 миллиметров. Плюс перекрестное утепление, дополнительный полтинник, и того 200. И также 200 миллиметров в крыше, и также с перекрестным утеплением. То, что я очень люблю, здесь окна с ламинацией. Вы знаете мой фетиш по поводу окон с ламинацией. Ну и фасад Хауберг. Сегодня мы не будем кидать в этот фасад кирпичи, камни. Ничего не будем кидать, потому что дом, он не просто продан, он уже сдан. Вот только что отсюда вышел заказчик, который является собственником, полноправным хозяином этого дома. Мы здесь на птичьих правах абсолютно, как обычно, снимаем, не свою полную показуху. Вот, поэтому ничего кидать не будем. Просто, если хочется посмотреть, как я кидаю кирпич в такой фасад, посмотреть предыдущее видео, там это есть. Что у нас здесь хорошего? Мы находимся в нашем самом недорогом коттеджном поселке, который мы называем городской. Это уже вторая очередь. Совсем скоро мы запускаем третью, потом будет четвертая, пятая, шестая и так далее. Здесь еще нам лет на 10 делов очень много. Что здесь хорошего? Хорошее здесь то, что здесь уже подключены все коммуникации, естественно, все дома электрифицированы. Естественно, у нас подключен газ. Вот то, о чем я говорил, это оранжевая или желтая история, да, кому как нравится. Это у нас газовый кран. Газ сейчас уже в доме существует. И рэпер, о чем я говорю, который говорит о том, что вот здесь вот конкретно у нас проходит газовая труба. Вы можете обратить внимание, что здесь очень большой подъезд для этих домов. И да, это большой сюрприз для наших покупателей. Дело в том, что человек, который здесь межевал землю, он ее отмежевал до дороги. Но вот конкретно в этом месте у нас проходит газопровод низкого давления. То есть использовать вот эти куски участки под строительство мы не могли. Мы просто договорились с собственником земли о том, что реальные участки он нам порежет отсюда. А вот эти вот довески мы по сверхнизкой цене, если захотят наши покупатели, дополнительно им продаем. Да, и, кстати, забыл сказать, мы здесь вот год назад сделали великолепную детскую площадку. Это первый подобный наш опыт. Очень дорого получилось, конечно, как обычно у Марии. Но в этот раз вот сейчас Мария еще одну делает будет подешевле, надеюсь. Хотя это же Мария не факт. Здесь у нас еще есть септик полной переработки. Абсолютно везде мы ушли от выгребных ям. Это первый наш поселок обособленной комплексной застройки. И здесь еще первые дома были с выгребными ямами. Мы от этого быстренько убежали. Сейчас септики абсолютно везде. Выгребную яму выбрать нельзя. И рядом с септиком, обратите внимание, у нас так называемая инфильтрационная кассета. Вот это добро еще должно быть подцепано дополнительно. Куб, просто куб щебня, куда уходит вода, переработанная с септиком. Все это достаточно хорошо работает. Естественно, решение с кольцами лучше, но оно немножко и подороже. Почему это место считается самым недорогим? Ну, первое, почему? Во-первых, здесь самое низкое из-за нашего ассортимента цена земельного участка. Во-вторых, мы не обязуем наших покупателей делать забор и платить его. То есть, когда мы строим большой красивый коттеджный поселок, мы делаем для каждого дома забор. И мы не можем построить дом без забора. И за забор по периметру человек должен заплатить. Не по периметру, а три стороны. Боковую, потому что это сосед делает. Соответственно, здесь мы не стали нагружать дома забором для того, чтобы они не улетали в топ. Соответственно, каждый дом в среднем стоит минимум на 300 тысяч дешевле, чем дом в соседнем любом нашем коттеджном поселке. Плюс уменьшенная стоимость земельного участка. И таким образом получается это наш самый недорогой коттеджный поселок. И прикол в том, что он еще территориально даже. То есть, он до юра находится в городе. То есть, это не загородный недвижимость. Это прямо городская. Да, сельская ипотека сюда не распространяется. Зато здесь великолепная локация. Здесь выезд сразу в две стороны. Здесь рядом окружная. И, естественно, вся инфраструктура и прописка городская, и школа городская, и так далее. И тому подобное. Мы здесь видим крыльцо. Это крыльцо. Впервые, впервые я вам показываю крыльцо законченного вида у каркасного дома. Что мне здесь очень нравится? Мне здесь очень нравятся эти ступени. Потому что здесь ширина 300 миллиметров, ГОСТ. И высота 120 миллиметров. Даже лучше, чем ГОСТ. Ходить по ним очень приятно. Большая ширина. Они, как обычно, 2-3 ступенечки маленькие. Все это покрасили для того, чтобы оно имело больше выживаемость в нашем регионе. Главное не упасть. И, естественно, у нас сделано ограждение крест-накрест. Все это история обязательно прошлись дополнительно шкуркой. Для того, чтобы потом не было занос. И, посмотрите, вы можете видеть вот такие трещины. Вот. Это пиломатериал камерной сушки. Но дерево материал живой. Сколько ты его не суши, там все равно чуть влаги останется. Со сменой влажности на улице, зима-лето, оно все равно будет поигрывать. И спастись от этих трещин практически невозможно. Единственный вариант это использовать здесь клееные балки. Но каркасная технология, мы ее позиционируем и придумывали как самую недорогую технологию. Самую доступную для наших покупателей в линейке. Получилось, правда, не сильно дешево. Оказалось, если делать каркасные дома качественно, они стоят не так уж и дешево. И если бы мы здесь использовали клееные балки, вот эту всю историю клееные, клееные перила, все равно ценник полетел бы вверх. Поэтому на таких вещах, где можно сэкономить немножко, не в угоду качеству сэкономлено, но микротрещины появляются. От этого никуда не избежать. Если вы делаете деревянный дом, пусть это будет профилированный брус, не клееный, а просто профилированный. Пусть это будет бревно, пусть это будет каркасный дом. Ну да, в каркасном доме внутри вы не увидите эти трещины по доскам. Ну, например, если это цилиндровка или это строганное бревно, то трещинки вы там тоже обязательно увидите. От этого никуда не уйти, как-то торцы не мажь. Чем угодно их обмажь, можешь сам обмазаться, чем угодно. Трещины все равно на бревнах будут. А мы двигаемся дальше. А вот наш первый каркасник сданный, можешь сказать. Да, а мы его тоже снимали, да? Мы тоже снимали. Нет, не снимали. Нет, вот. Там, видите, ивняк, там будет третья очередь. Третья очередь, пока никто не знает. Знаете, только вы и я. Теперь все знают, да. Естественно, я не могу пройти мимо газа. Вот, смотрите, все покрашено. Почему? Потому что газ пущен. Вот, крантик отвернут, все сварено. Великолепно, просто смотрю и хочется плакать, но не от боли, а от радости. Потому что газ есть. Дом сдали с газом. Просто у нас была очень длинная история. Мы раньше сдавали дома, в них не было газа долгое время. Люди жили с электрокотлами. Мы сейчас практически победили. Это просто счастье, это просто феерия. Мы приходим, здесь у нас веранда. Здесь у нас также нет цоколя, потому что его нет там, его нет здесь. Он должен быть в одном стиле. Поэтому оставили таким образом. Веранда небольшая, это 3х4. И это самый недорогой вариант веранды, который мы можем использовать для каркасного дома. То есть, это просто доска естественной влажности. Для улицы почему нет самое оно? И она просто сверху покрашена. Да, здесь нет утепления. Для того, чтобы ее делать потом изолированно, это просто открытая история. То есть, я только что с заказчиком беседовал. Здесь планируется цоколь, и он планирует перилки. Сделал, чтобы дети не вылетали, когда выбегают на веранду. Вот, собственно, всю иную. И, наверное, появятся ступени. Там сейчас есть временные. Но, естественно, никто их не будет использовать как постоянное долгое время. Здесь участок, 6 соток. И я когда начинал, когда все делали участки по 10 соток, я словил огромное количество смеха и хейта, что участки, 6 соток, кому это надо, это же СНТ, что там делать. Друзья, я уже про это говорил, а сейчас не говорю, потому что этой проблемы нет. Но я вспомню былое, потому что, как мне кажется, я был прав. Сейчас все стали межевать 7 соток, 8 соток свои КП. Никто 25 соток больше не межует участки. И 15 тоже практически никто. Вот участок 6 соток. Вот я стою. Задняя его граница. У нас вроде бы места мало. С одной стороны, с другой стороны. А что вы здесь будете делать? Сажать картошку? Нет. Будете делать земледелие? У вас всего один или два выходных, чтобы им заниматься. Вы поставите здесь банеки, и там появится баня. Возможно, вы мечтали о беседке. Окей, здесь появится беседка. Сбоку или спереди может появиться гараж или навес. Абсолютно все желания, которые вы хотите реализовать, кроме олимпийского 50-метрового бассейна, у вас на участок 6 соток. Учитывая, что дом 100 квадратов, это большой дом. Большой дом по площади застройки, плюс у него еще веранда дополнительная стоит. Абсолютно все ваши желания реализуемы на участке с такой площадью. Да, вам хочется участок больше, сделайте 7 соток, он будет на 3 метра шире. Вам будет казаться, что места больше. Но это плюс-минус одно и то же. И я вам скажу, что когда вы въедете в свой дом, потратите деньги на дом и на чистовую отделку, а потом весной выйдете на свой великолепный из глины созданный участок, вы поймете, что вам денег потратить нужно еще столько же, только не в дом, а в участок. И не такая уж эта классная штука, а очень большие участки. Двигаемся далее. Здесь у нас скважина. В прошлом видео мы ее не нашли с первого раза, но сегодня мы ее нашли. Почему? Потому что она здесь есть. И здесь полностью законченный вид. Оголовок, трос, на котором висит насос, и кабель, по которому к насосу уходит электричество. Все это под землей, попадает в дом, и там уже есть вода. Прикиньте, у нас есть в доме вода. Вам может показаться, что дом на доме натыкан? На самом деле нет. Почему? Потому что вот, например, у этого дома у него с самого начала был покупатель. Он знал, что будет так. У этого дома не было, но он когда выбирал, он что же мог другое место выбрать? Здесь у нас 6 метров. 3,3. Что позволяет нам сделать трос-рестер. Так, это не клещ. Это не клещ, это я. Таким образом у нас получилось 6 метров. Это так называемая, ну, неиспользуемая, можно назвать, мертвая сторона участка. То есть здесь появляется забор в будущем. Все. Сюда никто не ходит, это техничка. Жилая площадь и то, где люди заходят в дом, то, где они проводят время, находится с той и с той стороны, там, где много места. Поэтому, если вы сюда к нам приедете, посмотрите, вы это обязательно сделаете. И скажете, что у вас дом на доме натыкан, вы просто посмотрите, вот когда вот забор стоит и как это выглядит снаружи. Вам эта сторона не нужна. Мы специальные дома здесь поближе друг к другу прижимаем, чтобы с другой стороны получить больше полезного места. Ну и стандартная история, это электричество, которое у нас попало на столб и прошло под землю. В прошлом видео я вам говорил, что на железные столбы мы стали ставить свет для того, чтобы освещать улицу. Здесь улица и так освещается, она и так светлая. Плюс большинство домов мы здесь уже сдали после того, как мы придумали эту фичу с светильниками. Кому-то сделать, кому-то не сделать будет неприятно. В следующих очередях там улица не освещается, там обязательно сделаем. И здесь нет, здесь просто столбы и под землю электричество попадает в дом. И да, обратите внимание, я говорю все видео, что недорогой, дом недорогой, это недорого. Коттежный поселок самодоступный. Но при этом мы все равно стараемся не изменять своим принципам. Это не срать под себя, первое, да, и избавляться от соплей. Потому что вот столбы, если бы еще на дом вот эта сопля приходила из СИПа, ну это катастрофа просто. То есть это на 15 тысяч стоит дороже, да, это стоит практически на 100 тысяч дороже. Но вот это вещи, на которых, ну не стоит экономить ни при каких обстоятельствах. Пойдемте, я вам покажу. Дом просто супер внутри. Почему? Потому что мы с вами еще не видели каркасный дом, вот полностью сданный. Мы что видели? Мы видели там стены разобранные, где утеплитель, видели пароизоляцию. А вот чтобы вот прям как сдали, не видели. Вот, Маш, как тебе эмоции? Ты вот лестнице прямо идешь, да, ты еще не зашла, зайди на лестницу, давай. Мы же были у нас уже, динализация вкрытия. Я уже жду спиной ОМОН. Да, и, естественно, дверь, наше все красное, шикарное. Почему красное? Потому что мы являемся фанатами красной комнаты. Вот, пожалуйста, заходите. Так, все гумы выключили. Итак, как обычно, как обычно мы вошли в дом и совершенно верно, куда мы попали? Правильно, в тамбур. Стандартная история. Вот, ну тамбур, тамбур. Пойдем. Кстати, обратите внимание, я говорил, что у нас в доме, на других видео говорил, у нас пол выполнен в два слоя фанерой. Почему два слоя? Потому что один слой толстый, она все равно резонирует. Два слоя, они в перехлест идут, получается монолитная конструкция. А там, где люди хотят сделать плитку, керамогранит, например, да, вот, например, в тамбуре, здесь ГВЛ сделан. Потому что керамогранит на фанеру стелить, ну, можно, но, конечно, не на такое себе. Вот, вот здесь ГВЛ-ка и в санузле у нас ГВЛ-ка. Вот он такой и толщина, естественно, подобрана. То есть там две десятки, здесь десятка плюс ГВЛ 9,5, полмиллиметра не играет, а эта разница не ощущается. Итак, мы сейчас с вами находимся в кухне-гостиной. Первое, что у нас здесь интересного? Перекрытие, точнее, утепление сделано по мансарде, по скату крыши. Здесь нет холодного чердака. Для чего это сделали? Для того, чтобы дать дому большие косые окна, для того, чтобы дать дому большие потолки. Посмотрите на крышу. У нас здесь сделаны вот эти пространственные балки. Для чего они? Это затяжки. Это конструктивная особенность этой крыши. Не архиважный элемент, но он добавляет крепости. Задумано таким образом, что потом они либо остаются в интерьере, либо просто подшиваются в прямую потолку. Можно натяженным, если очень хочется. Я сейчас стою. У меня здесь высота. Но здесь два меня точно поместятся. Если я перейду вот в этот угол, ты будешь вся белая. То здесь у нас порядка двух с половиной метров. Такое решение дает нам больше ощущения площади и дает нам больше воздуха. Пару слов про то, как мы отделываем стены. Я вам говорил о том, что сейчас мы перешли на систему с независимыми профилями. Стандартная история для гипсокартона. То есть у нас идет силовая конструкция стены. Да, это тоже стена, дальняя перегородка. Это 150 доска. И вместо обрешетки, которая, кстати, тоже у нас в камерной сошке, у нас здесь идет профиль и на него уже один слой гипса. Это старая реинкарнация. То есть мы это начинали строить еще в 2022 году. И тогда было принято решение делать два слоя гипса. Но это такая классическая тематика. Нам это не очень нравится, потому что у доски не идеальная геометрия. И потом происходит много страданий на этапе выведения стены в ровную плоскошпатлевкой. То есть где-то слои там до 5 мм. Это допускается, но это не очень удобно делать. То есть проще сделать себе сразу профиль по уровню и зашпатлевать в тонкий слой, когда все будет идеально. Вот. То есть в данном случае по два слоя гипса и два слоя абсолютно везде, естественно, внахлёст, естественно, с серпянкой. То есть дом сейчас полностью удовлетворяет поклейке обоев. Мы не стали делать окна в пол, потому что боялись. Мы постоянно боимся. Окна в пол все-таки у нас это такая очень тонкая штука. Здесь сделали небольшие подоконники и возможность установить радиаторы. Но что сделали здесь? Здесь у нас окна стоят без рамы. То есть здесь было заигрывание на тему факверка. Больше мы с этой историей заигрывать не будем, потому что вот этот вот эффект факверка, которого мы хотели добиться, но, к сожалению, у нас его не получилось добиться, да. Мы максимально старались сделать так, чтобы оно работало. Дом пережил зиму. Мы на него очень внимательно смотрели. Да, кстати, не единственный дом с таким решением. Оно работает. Но, по сути, на будущее просто перешли обратно на большую историю с одним стеклопакетом с рамами. Да, и сейчас немножечко у нас будет заказчик, наверное, помучиться вот с оклейкой обоев и вот с большим количеством откосов. Все познается в сравнении, все познается с историей. Вот, мы с вами находились в гостиной, и сейчас мы с вами попадаем в кухню. Тут у нас, естественно, выход на веранду. Мы с вами знаем, как классифицируется у нас балконная дверь и входная дверь. В данном случае у нас входная дверь. Почему? Потому что я так решил. Это мой канал. Как я решаю, так и будет. Кухонная группа у нас уже организована. Здесь у нас все сделано по усмотрению заказчика. Здесь у нас не нанесено шпатлевание. Здесь мы видим ГВЛ. Почему? Потому что здесь будет фартук из плитки. Естественно, стандартная история – это наш котел. Почему вы меня спросите, котел не в котельной, дом 100 квадратов? Потому что здесь мы умышленно уменьшили котельную, чтобы дать больше места другим площадям. Естественно, вентиляция. Почему 4? Потому что необходимый объем нужно прокачивать в кухне по воздуху. Если бы мы сделали один сосочек, здесь просто было бы всегда душно, а сейчас великолепно. Но это потому что у Марии духи вкусные. Кстати, перед дышим видео, сейчас спрашивали, будет ли точно разрешено ставить котел в кухню, а не в отдельной котельной. И точно разрешено ставить котел в кухню, а не в отдельной котельной. Прямо 100%. Вы даже когда техусловие получаете, пишете заявление на техническое присоединение, вы там указываете. То есть у вас будет котельная, либо котел будет стоять на кухне. У котлов на кухне есть ограничения. По-моему, вы не можете поставить напольный котел. Но я могу ошибаться, я не газовщик. Если газовщики нас смотрят, 100% смотрят. Сразу поправляете. Вы меня спросите, а почему вы разделили кухню-гостиную, сделали здесь большой проем, а не сделали ее одним помещением? Объясню почему. Потому что вот эта стена, это главная стена в этом доме. Такая же главная, как и контур из несущих стен. Уберем ее, дом разложится. Сделаем слишком большой проем. Здесь нужно будет использовать уже клееные двутавровые балки. Нам было намного проще сделать более такую кондовую и основательную конструкцию. Да, проем он не до стены. С одной стороны, с другой стороны, у нас есть зонервник в помещении. Сейчас мы рассматриваем варианты, как сделать помещение полноценное, но с точки зрения конструктива. Это было продиктовано исключительно им, а не потому, что мы вот решили, а давайте сделаем сейчас вот небольшую, а слитную. У нас были вопросы, вот заказчик, когда они приходят, например, дом выбирают, и там вот такой проем. И они отделены, они такие, ну зачем мне две комнаты, я хочу кухню-гостиную. То есть в данном случае у нас и зонервник соблюдено, и кухни-гостиную нет. Здесь есть один небольшой минус, например, точно будет число людей, которые хотели бы вот на это место, вероятно, я бы, например, хотел сделать у себя, поставить стол. В данном случае это нельзя сделать, но зато это плюс-минус обособленная гостиная, но при этом рядом с кухней. В доме у нас длинный коридор. Ну, насколько он длинный? Здесь 5 метров. И это достаточно стандартная планировка дома, то есть у нас есть проект А90, А80, А70, сейчас еще А60 появился. И это все проекты разных площадей, но примерно одной формулировки, когда у тебя с одной стороны идет помещение жилое, с другой стороны идут второстепенные помещения, технические. И идет длинный коридор между ними, выходящий из кухни-гостиную. И вход с центра дома, со стороны более длинный. Рядом с кухней сразу же у нас находится кладовая. Вы, возможно, смотрели предыдущее видео, в котором мы находились вот в такой вот маленькой кладовой. И тогда было огромная куча комментариев, но нахера она нужна? Вот, смотрите, сейчас у нас здесь уже есть гидроаккумулятор первый, да? Что мы можем сделать? Мы можем сделать еще здесь большую сложную группу. Пожалуйста, нам ничто не мешает. И использовать эту кладовую как кладовую. Вам не нужно в ней танцевать. Вы в нее аккуратно зашли, взяли и вышли. Да, если бы она была широченной и огромная, то было бы намного лучше. Но в данном случае планировка, площадь дома и техничка не позволяла сделать огромное помещение. Но оно есть, а в доме все-таки котельная должна быть. Даже сейчас мы проектируем дом 70 квадратных метров. И мы все равно стараемся там сделать небольшое помещение, хотя бы 2 квадратных метра под кладовую. Потому что в доме кладовая нужна. Очень сильно. Да, она и в квартире нужна. Просто, ну, квартиры там всегда их так делают архитекторы. Там парятся лишь бы стейки были один по другим. Вот, двигаемся далее, и мы попадаем в санузел. Здесь та история, как раз, когда он не шпатлен, и когда он умышленно отделан ГВЛом и по стенам, и по полу. Это также два слоя, для того, чтобы не было проблем с усадкой с трещинами. И это сделано для керамогранита, ну, либо для плитки. Естественно, сделаны выводы по электричеству. Естественно, все... Вода закрыта. Вот, какая есть проблема у каркасных домов? Глобальная в России. То есть, в России все решили, что каркасный дом это говнодом, и он должен стоить очень дешево. Ну, отчасти это правда, да. Эта технология, она должна быстрее строиться, чем каменный дом, и должна стоить чуть-чуть подешевле. Но люди считают, что он должен стоить в два раза дешевле. Поэтому мы, например, всегда заходим в каркасный дом, там что у нас в ванной? У нас там вот трубы идут везде, абсолютно везде ничего не спрятано. То же самое здесь, вот эта история. То есть, я всегда обращаю на это внимание, это нюансики. Вот у нас здесь идет 15 сантиметров трубы. 15 сантиметров, да, вы понимаете, откуда это. И, ну, зачем мы ее убрали в стену? Ну, зачем? Ну, выкинь-то ее здесь, напрямую пропусти. Ну, здесь, да, 50 сантиметров. Ну, тоже пропусти. Мы считаем, что каркасный дом от каменного отличается исключительно технологией стен. Исключительно. Если мы делаем в нем внутренние коммуникации, если мы делаем отопление, то мы делаем его нормально. Мы не прокидываем по стенам трубы, которые идут как бык на салп. Вот эти белые, которые у вас в интерьере останутся. Нет, это все уходит под отделку. Если мы делаем в каменном доме, если мы привыкли штробить вот эти 15 сантиметров стены, для того, чтобы был порядок, для того, чтобы когда ваш робот-пылесос подсасывает здесь мусор, чтобы вот между трубой и стеной не было вот этого комка любви из грязи неотмываемой, то мы делаем это здесь то же самое. Абсолютно все то же самое. Абсолютно все то же самое с электрикой. Каркасный дом, он доступнее, чем каменный дом, но не в два раза. Это, если мы смотрим на такой объем, вы, возможно, смотрели такое видео, оно годовалой давности. И даже полугодовалой давности уже есть. Расчет цены это миллион рублей. Всего объема дома. Это 15% в разницы цены. Не в два раза. И так не может быть, потому что стены в каркасном и в каменном доме отличаются всего две вещи. Это фундамент с перекрытием и стены. Все остальное, крыша, окна, внутренние и внешние коммуникации, финальная финишная отделка, оно одинаковое. И участок один и тот же, и забор один и тот же. Соответственно, стены составляют 20%. Да, в каркасном доме стены стоят дешевле. Но вот мы из 20% еще на экономе, у нас совокупные, ну не 20 там получается, 30%. В совокупной истории у нас каркасный дом дешевле всего лишь на миллион на такой площади. Площадь больше, да, побольше будет вилка. Но сейчас газобетон подорожал. То есть сейчас вот вилка увеличилась еще на 200 тысяч. Будет зима, газобетон подешевеет, разница будет там 700 тысяч рублей. Деревяшка в последнее время радует, она на ажиотаже не летит. Кстати, в этом году дерево прям вот, прям снимая шляпу, молодец. Вот, двигаемся далее, зайдем в одну из спален. Они здесь прям большие, прям приятные. По ощущению здесь квадратов так 14, я думаю, есть. Сколько точно вы видите на планчике. И здесь у нас точно такая же история, как в кухне-гостиной. Здесь у нас кассовый потолок, то есть 2,5 метра, 4 метра. Кассовое окно, не буду в очередной раз рассказывать эту историю, насколько приятно, что много света и так далее и тому подобное. Я думаю, вы на картинке видите. Здесь светло, сейчас 6 часов, уже 6 часов 20 минут вечера. Да, у нас не январь, у нас уже май, у нас уже светло в 6 вечера. Комната очень просторная. Я очень люблю снимать, когда белое помещение. И очень люблю показывать, когда белое помещение. Потому что любой дом ты показываешь кирпичный или каменный. Когда помещение не отделанное, пусть оно будет в кирпиче, да. Пусть будет штукатурка. Комнаты там маленькие, а не стать темные. Как только вы сделали шпатлевку или финишную отделку, все. Помещение заиграло, места много и совершенно по-другому себя чувствуешь. Приди в этот дом, например, когда здесь не было шпатлевки, а была только пара изоляции. Мы сюда приходили, мы хотели его снимать, мы прямо развернулись. Потому что невозможно было взглянуть, потому что этот дом достоин того, чтобы его сняли именно в полном комплексе. Я помню, как ты 5 лет назад мне тоже рассказывал, когда я пришла в свой дом, увидела вот эти вот в кирпиче стены, чуть не заплакала, это мало. А ты мне сказал, все будет хорошо и точно. И точно все будет хорошо. Да, и точно все будет хорошо. Я не буду баллотироваться. Нет, не для меня. Мы бы и не голосовали. Итак, друзья, настало время прощаться. Не забываем писать комментарии про мою новую прическу и внешний вид. И вообще и зубы, и бороду, и все что угодно. А вам куда надо? Не, а куда конкретно? До автовокзала примерно километров 12. Ребята, если видео вам понравилось, то обязательно поставьте сердечко. Не забываем ставить колокольчик. Потому что новые видео выходят регулярно, раз в неделю. Вы их можете пропустить. Лучше не пропускать. Почему? Потому что будете все знать. И нам, кстати, тоже будет очень приятно. Постоянные зрители, мы их очень ценим. Не забудьте поделиться видео в WhatsApp с коллегой, с папой и мамой в Viber, с бабушкой в Telegram. С вами был Соболев, это был СДК «Алмаз». Всех обнял, поцеловал и увидимся на вашей стройке. Пока! Итак, друзья, любимая рубрика «Что почем?» Считаем стоимость этого дома. Я вам говорил, что он самый эффективный с точки зрения цены. Почему? Потому что квадратный метр коробки стоит 43 тысячи рублей. И мы берем 43, умножаем на 100. Но здесь несложно посчитать. Это 4300, это цена коробки. Едем далее, и у нас должен быть земельный участок. Земельный участок мы возьмем, например, 6 соток в коттеджном поселке, который мы смотрели. И я говорил, что он самый недорогой. Да, сейчас там цена на участки в новой очереди будет от 90 тысяч рублей. Итого мы умножаем 90 на 6 и получаем 540 тысяч рублей за земельный участок. К этому всему добру нам нужны внешние коммуникации. Это газификация, электрификация, заведение электричества, септик заведения, септика, скважина заведения, скважина и гидроаккумулятор. Итого все это добро у нас потянет на 700 тысяч рублей. Помимо прочего, нам понадобятся, возможно, внутренние коммуникации. Это отопление, электричество, разводка ХВС-ГВС и канализации. И это у нас будет стоить в 550 тысяч рублей. Ну и напоследок нам понадобится внутренняя отделка. Это два слоя фанеры на полу, чтобы было упруго и жестко. И отделка стен гипсокартоном с шпатлеванием, удовлетворяющим покрытие обоев. И это у нас все вместе займет 500 тысяч рублей. Итого все вместе 6 590. Эта сумма, она двойная. То есть это у нас цена комплекс. А есть цена коробка. Это коробка, участок и внешняя коммуникация. Но здесь я посчитаю без калькулятора. Это будет 5 миллионов 540. И нехитрыми махинациями мы разделим и то, и то на 100. И оказывается, что участок с коммуникациями и коробкой у нас стоит 55 тысяч рублей за квадратный метр. А полный комплекс у нас стоит 66 тысяч рублей. Но мы здесь укруглили 10 тысяч. За квадратный метр. И поэтому я говорю, что это самый эффективный проект и самый удобный в мире. Всем пока. Всем блудчиков добра, котиков, солнышек и шерстенной терапии. Пока.